Следующий докладчик Сергей Викторович Бадо, Пайдон, лапароскопическая Д2 гастроктомия при местно распространённом раке желудка. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Надеюсь, всё будет хорошо с техническими аспектами. Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить организаторов конференции за честь впервые выступить на отечественной онкологической сцене. Те изменения, которые произошли в Национальном институте рака, оцениваю как весьма позитивные, дающие возможность обмениваться мнениями коллег, представляющих различные сектора медицины, и государственные, и негосударственные в том числе. Вашему вниманию предлагаю представленные на слайде. Это моя галера рабовладельческая, где в последние годы мне приходится практиковать. И наши реальности представлены на слайде. В 2010 году я возглавил хирургическую службу нашей клиники. И здесь приведены цифры замещения открытых операций лапароскопическими на протяжении лет. Красными столбиками показано общее количество абдоминальных операций, выполняемых в нашей клинике. А зелеными столбиками, сколько из них составляют лапароскопические. Что в относительных цифрах составило по прошлому году 99,35%. Много это или мало, можно сравнить, например, с одним из моих близких друзей и менторов, Амжадом Парваизом, который, являясь тренером национальной тренинговой лапароскопической программы по колоректальному раку в Великобритании, это государственная программа, на базе своего отделения демонстрирует, по его данным, за прошлый год вот такие цифры. И это только при монопатологии. Что касается хирургии рака желудка, то актуальность темы, она исходит из эпидемиологии, представленной на слайде. И как бы место хирургии в лечении рака желудка, оно найдено довольно давно, как бы на сегодняшний день не составляет секрета, что в принципе без хирургического лечения в том или ином виде не существует возможности избавиться от желудочного рака. Если касаться узкой темы вмешательства, то приоритет лапароскопической первой гастректомии принадлежит мастеру Китана, который выполнил ее еще в далеком 91-м году. Ну, общие тенденции вообще в хирургии рака желудка представлены на этом стайте. Позвольте мне на деталях не останавливаться. К сожалению, вот слизисто-подслизистые резекции для нас это довольно-таки редкая ситуация. Тут нам никаким образом не тягаться с корейцами и японцами, которые, наверное, сейчас уже около 30% операций выполняют при первой Т1-а стадии эндоскопическими, совершенно малоинвазивными способами. Тем не менее, что касается лапароскопических и лапароскопически ассистированных операций, насколько они легитимны, дискутировать тоже не приходится. На сегодняшний день есть масса доказательных исследований, которые показывают сопоставимую онкологическую эффективность при всех известных преимуществах лапароскопического доступа. Что касается конкретно нас, мы стартовали в 2011 году выполнение этих вмешательств в нашей клинике при, я считаю, таком патронате Петра Дмитриевича Фомина, который является, наверное, отцом первой лапароскопической украинской гастректомии, поскольку он присутствовал на первых всех 10 вмешательствах в качестве ментора в операционной, и благодаря ему это направление вообще в том виде, в котором оно есть на сегодня. Если говорить о конкретной теме сегодняшнего доклада, то у нас опыт на сегодняшний день немногим более 70 вмешательств. К сожалению, у нас цифры начальных форм рака желудка очень далеки от японских и корейских коллег. Это преобладающие все-таки advanced cancer, так называемые, и среди этих операций 11 составили расширенные, так называемые, гастростоктомии с local advanced disease с местно распространенными болезнями. Отбор пациентов на все вмешательства у нас происходит независимо лапароскопические или открытое вмешательство по международным протоколам, которые включают все те критерии, которые представлены на слайде, и включают и компьютерную томографию, и обязательную эндосонографию для оценки ИТ и Н статусов, и в случае Т2+, или Н+, то есть предположительно по КТ или эндоультрасаунду все пациенты получают неодювантную химиотерапию, в основном по протоколу ИССИ, эпиверубицинцы, сплатинка, пицитабин, или у ослабленных пациентов это ФЛО. После чего они подвергаются диагностической лапароскопии в случае отсутствия перитониального карциноматоза по хирургическому лечению. По нашей когорте больных преобладали женщины. Минимальный возраст представлен, средний превышал 60 лет. БИМАИ обычно удивляют азиатских наших коллег. Вот эта цифра, потому что японцы и корейцы, как докладываю, 22 это максимальный БИМАИ, тем не менее имеем то, что имеем. На мой взгляд, очень интересный этот слайд, несмотря, я не могу сказать оверстейджинг, довольно обширное обследование. Смотрите, по нашим данным, миграция Т-стадии до и после операции довольно значительна, а по N-статусу также, что по нашим данным где-то преобладает 25% миграции в ту или иную степень, как в сторону повышения стадии, так и в сторону понижения, что говорит о том, что на сегодняшний день дооперационная диагностика рака желудка и стадирование все равно остается далеким еще от совершенства. Для выполнения вмешательств мы используем базовый хирургический инструментарий, известный всем лапароскопическим хирургам, с теми только добавками, что невозможно на сегодняшний день полноценная хирургия желудочного рака без линейных и циркулярных степлеров, различных ваунд протекторов и других штук. Всем пациентам мы на сегодняшний день используем так называемый French Position с разведенными ногами, ну и с помощью специальных сапожков у пациентов женского пола мы предпочитаем трансвагинальное извлечение препарата и полностью тогда интракорпоральная техника оформления всех анастомозов. С чего стартовать? Самое важное на таких сложных и тяжелых вмешательствах, где Т2 диссекция является стандартом на сегодняшний день, о чем уже не приходится дискутировать, это эргономика расстановки портов. Мы немножко отличаемся от классической Smile Position, когда верообразная расстановка патроакаров и оптический порт начинаем из антимакбурнеевской точки, что на наш взгляд позволяет получить лучшую визуализацию желудочно-ободочной связки, зону пилороса, мы обычно вот как раз view из этого порта и большую часть вмешательства и доступ к 12 группе лимфоузлов из этого доступа, на наш взгляд, наиболее оптимальным. Вот короткий видеофрагмент вида лимфодиссекции в зоне 12 группы при постановке порта в классической ненадпупочной зоне, вернее, не в классической надпупочной зоне. На этапах лимфодиссекции в зоне 11 и 10 групп лимфоузлов на наш взгляд удобнее переместить лапароскоп в противоположную сторону и таким образом также соблюсти принципы треангуляции и более удобный доступ на указанные группы лимфоузлов, что видно тут в коротком ролике. Идет диссекция по селезеночной артерии и вени. Ну и совсем короткий ролик для тех, кто не верит в трансвагинальное извлечение, на наш взгляд, при использовании контейнера, это у пациенток редуцируют послеоперационные боли по сравнению с тем, с использованием обычного доступа. Что касается анастомозирования при тотальной гастроктомии эсофака и юна анастомозе, известны различные типы наложения анастомозов. У нас прошла эволюция всех типов и мы использовали циркулярные степлеры, ручной шов. На сегодняшний день мы предпочитаем выполнять линейным степлером, но, наверное, думаем о том, что будем, наверное, массово, особенно по результатам последних конгрессов в Японии, в Корее и вот в Сан-Паулу было посвященное желудочному раку, все-таки переходить к мануальным анастомозам, поскольку удовлетворенность от степлерных у всех далека на самом деле от совершенства. Типы операций представлены на слайдах и в 11 случаях были выполнены расширенные резекции, которые включали спленэктомию. Мы проповедуем спленосохранную хирургию с диссекцией 10 группы, когда это имеет свои показания. Спленэктомии выполняются только в фиксации большой кривизни опухоли в воротах селезенки или фиксации к хвосту поджелудочной железы. Вот с резекцией поперечной ободочной кишки, левой доли печени, резекция поджелудочной железы и диафрагмы, все они казуистически представлены на слайдах. Средняя продолжительность мешательств, она отражена на слайде и у всех пациентов достигнут на сегодняшний день R0 края резекции. Конверсии на лапаротомию в нашем случае не было. Вот тут мне хотелось бы поговорить о том, что на сегодняшний день у нас зафиксирована одна гибель пациента в условные 30-дневные сроки. Но на мой взгляд, для такой тяжелой хирургии современного анестезиологического и реанимационного пособия, наверное, все-таки нужно договариваться и переходить на учет 90-суточной летальности, потому что часто осложнения как бы завершаются гибелью пациента на 80-е, 85-е и другие сутки. У нас есть еще смерть пациента в более отдаленном периоде, которую условно можно сюда не внести, но мы все понимаем, что этим являлось. Количество осложнений больших также представлено на слайде. Трудно говорить о том, чтобы учитывать какое-то долгое время уже результаты онкологически. На сегодняшний день изучены только трехлетняя выживаемость для первых пациентов. Она также представлена на слайде и, наверное, на сегодняшний день не может рассматриваться как вообще научная какая-то. Вот здесь наши доводы в пользу использования трансвагинального излечения препарата, которое отражено в разнице достоверной, в болевой оценке своих ощущений по визуальной аналоговой шкале тех пациентов, которым была выполнена стандартная гастректомия с использованием декструса и для извлечения. На выводах я бы не останавливался. На сегодняшний день уже, наверное, применение лапароскопии в онкологии – это уже даже не тенденция, а тренд. Если раньше только азиатские доктора докладывали о каком-то вменяемом опыте на эту тему, то вот на сегодняшний день уже было очень приятно, я только что из Сан-Паулу, где и GCCC 2015 практически европейцы, особенно итальянцы, Латинская Америка тоже переходит к этой процедуре, но не как экзотической. Мне хотелось бы вкратце, если у меня есть время, нет? Ну, уже нет, к сожалению. Тогда… Может, пусть фильм идет, а вы пока следите на вопросы? Да, если есть какие-то вопросы, я… Если можно, я вопрос один задам. Скажите, пожалуйста, вы располагаете, наверное, сейчас наибольшим опытом лапароскопических операций, браке желудка и, наверное, самый большой опыт тотальной гастректомии, выполненных лапароскопически в нашей стране. Что вас все-таки заставило отказаться от применения циркулярного степлера и отдать предпочтение при последних операциях линейному? Тут есть два момента. Ну, во-первых, две несостоятельности связанные, как бы, были связаны именно с циркулярным степлером. Кроме всего прочего, сама эргономика вот проведения, даже мы пользовались не стандартными степлерами, когда овервилл нужно заводить, а потом накладывать кесет. Мы пользовались овервиллом, который трансэзофагиально с помощью зонда позволяет наковальню эту проводить. Все равно эргономика сопоставления пятки степлера и так далее, она далека от совершенства. Иногда этот этап занимал по времени такое ощущение, что дольше, чем это было сделано руками сшить. Поэтому такой удовлетворенности не было. Кроме того, было два фаута, ну, то есть неверных прошивания, распознанные в ходе самого вмешательства и потребовавшие поиска альтернативного пути накладывания анастомоза. Все вот вместе, как бы, вот к этому приводит. И на сегодняшний день, это вот, наверное, не только мое мнение. Вот Роман Израилов из Москвы, у него сопоставимый опыт около 70 гастректомий. Алексей Карачун из Санкт-Петербурга, у него около 60 гастректомий лапароскопическим. Все отказываются от циркулярного наложения. Кроме того, вот проведение через декструс вот одетой кишки иногда тоже приводит к сползанию этой кишки с аппарата. То есть тяжелая эргономика, тяжелое введение самой. В этом плане линейные степлеры показывают более удобство применения при большей дешевизне. Спасибо. Пожалуйста, может, у кого-то есть еще вопросы? Нету больше вопросов? Спасибо всем большое за внимание. Спасибо. Спасибо.